Достигай Израиль и весь мир Баруха Шам, благословенное имя Господа. Меня зовут Равин Шнайдер, а это моя прекрасная жена Синтия Марджори. И сегодня мы продолжаем серию программ, которую я назвал «Закон сопротивления». Дорогая, мы уже говорили о том, что Господь поместил на землю силы тьмы, чтобы его сыновья и дочери учились противостоять им и при этом возрастать в силе, наслаждаясь его славой и радостью. Это время, когда верующие собираются вместе. Они ощущают радость в Духе Божьем и о том, что Он делает. Мы вспоминаем Его жертву за нас. Это дар величайшей любви, символ Его крови и тела. Аминь. Когда мы понимаем, что Господь специально дал нам врага, то мы также понимаем, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, это инструменты, которые мы можем использовать, чтобы возрастать в Боге и становиться еще сильнее в Нем. Тогда нам проще проходить трудности без разочарований и отчаяния внутри. А когда мы понимаем, что сопротивляясь силам тьмы, мы становимся сильнее в свете Святого Духа, а также что у всего есть своя цель, то мы не будем тратить эти испытания в пустую. Дорогая, помолись за нас. У нас есть еще несколько секунд. И Ешио пришел на землю. Это общение любви и единства в Духе Божьем. Баруха Шам, я в восторге от этой темы, которую мы сейчас проходим. Я назвал ее «Законы сопротивления». Это вторая часть. Рекомендую вам послушать и первую часть. Я считаю, что эта тема изменит жизни многих из вас. Итак, тема называется «Принципы или законы сопротивления». Давайте поразмышляем. Внутри обычной электрической лампочки есть положительный и отрицательный полюс. А между этими полюсами находится нить накала. Как это работает? По нити накала проходит энергия, которую отрицательный полюс выдает, а положительный получает. Когда лампочка включена, именно нить накаливания определяет объем энергии. Она сопротивляется потоку электроэнергии. Нить накаливания определяет количество энергии, которая поступит в положительный полис. Она сопротивляется электрическому потоку. Так вырабатывается тепло, и именно это тепло дает свет внутри лампочки. Я пытаюсь сказать, что сопротивление создает накал и свет. Приведу вам еще один пример. Подумайте о ракете, которая возвращается из космоса. Например, ракета побывала на Луне, а затем пытается вернуться в атмосферу Земли. В космосе с ракетой все нормально. Я имею в виду в температурном смысле. Но чем ближе она к Земле, тем выше поднимается температура, и нужно предпринимать особые меры, чтобы ракета не взорвалась при столкновении с атмосферой Земли. Почему? Да потому что в космосе нет сопротивления. Но когда ракета сталкивается с атмосферой Земли, она сталкивается с молекулами сопротивления, окружающими Землю. При столкновении ракета нагревается, поэтому для нее используют специальный материал, чтобы она не взорвалась. Это еще один пример того, что сопротивление производит накал и свет. Да, ракета без проблем плавает в открытом космосе, но когда она сталкивается с атмосферой Земли, температура поднимается до такой степени, что нужны меры предосторожности, дабы она не взорвалась. Сопротивление производит накал и свет. Я привел вам два этих примера, потому что то же самое происходит и в духовной сфере. Когда мы сопротивляемся ложному свету или силам тьмы, внутри нас поднимается накал и вырабатывается внутренний свет и сила в Духе Святом, которое делает нас победителями в Боге. Подумайте об Иисусе. Иисус отправился к реке Иордан, чтобы принять крещение от Йоханана или Иоанна Крестителя. Там над его головой появился Дух Святой, а с неба прозвучал голос «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Писание говорит, что сразу после этого Дух Божий, Дух самого Элухима, повел Иешуа в пустыню, где дьявол хотел загнать его в ловушку. Дьявол хотел соблазнить или искусить его. А каким образом? Он хотел, чтобы Иешуа пошел за ложным светом. Если помните, Иисус спастился 40 дней. Что сказал ему дьявол? Он сказал, «Сделай так, чтобы эти камни стали хлебами». Он хотел заставить Иисуса использовать власть за пределами воли Отца. Заметьте, как дьявол апеллирует к желаниям Иисуса, к чувству голода, но он сделал это с помощью ложного света. Иисусу нужно было противостать ложному свету от дьявола. Оказав сопротивление дьяволу, Писание говорит, что он вышел из пустыни в силе Духа. Дух повел его в пустыню, но только после сопротивления. Напоминаю, что мы говорим о законах сопротивления. Только после сопротивления ложному свету, свету, который пытался удовлетворить желание Иешуа запрещенными методами, только после того, как Иешуа оказал сопротивление силам тьмы. Он вышел оттуда и получил силу для своего служения. Дорогие мои, то же самое касается и нас с вами. Нам нужно научиться противостоять тьме, которая всегда маскируется под ангелов света. «Услышьте меня!» Вы должны знать, какая энергия окружает вашу душу, и научиться распознавать, что происходит, и что приходит к вам из тьмы, чтобы вы могли оставаться в свете и не поддаваться тьме. Приведу несколько примеров. Сколько раз у вас были по-настоящему хорошие дни с Богом, когда вы молились и чувствовали близкую связь с Ним? Вы чувствовали, что молитвы, выходящие из вашего сердца, были от Духа Святого, и вы знали, что Бог ответит на них. Вы молились в соответствии с Библией. Вы молились о том, чтобы иметь более глубокие отношения с Богом, и о том, чтобы уметь распознавать голос Духа Святого в жизни. И вы чувствовали себя очень близкими с Богом. Затем вы ложитесь спать, просыпаетесь на следующий день и чувствуете себя далеким от Бога. У вас такое бывало? Вы чувствуете, что связь потеряна без каких-либо причин. Ложась спать, вы чувствовали связь с Богом, а проснувшись, вы чувствуете, что связи нет. Бог вдруг кажется очень далеким, и вы чувствуете себя подавленным или в депрессии, и не знаете почему. А вы чувствуете безнадегу, без всяких на то причин. Что вы чувствуете? Вы чувствуете тьму. И вам нужно сопротивляться тьме в любых ее проявлениях, когда она приходит, чтобы ложно исполнить наше желание, или когда она приходит к нам в форме чего-то плохого. А в любом случае, нам нужно практиковать закон сопротивления. Если я просыпаюсь на следующий день и не чувствую связи с Богом, после того, как вчера я ее чувствовал, то что же мне делать? Мне нужно сопротивляться чувству безнадеги, сопротивляться сомнению, грусти и печали. Мне нужно противостоять мыслям о том, что Бог далеко. Вместо этого мне нужно делать то, что и всегда. Я читаю Библию по утрам, я молюсь, я разговариваю с Богом. Даже если я ничего и не переживаю, не чувствую, я продолжаю двигаться вперед. Я продолжаю контролировать свои мысли и свое отношение. Я продолжаю проявлять любовь и служить людям, даже когда я ничего и не ощущаю. Что же я делаю? Я противостою силам тьмы. Они пытаются навязать мне чувство, что я одинок и отделен от Бога. Я противостою этому и продолжаю двигаться к свету и делать то, что правильно. И когда я противостою тьме, это укрепляет мой дух. Можно сказать, что так растут мои духовные мускулы. А когда я силен, я счастлив. Как Иисус противостоял силам тьмы, когда находился в пустыне, так и нам нужно научиться противостоять негативной энергии дьявола. Когда мы понимаем, что Господь специально дал нам врага, то мы также понимаем, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, это инструменты, которые мы можем использовать, чтобы возрастать в Боге и становиться еще сильнее в нем. Тогда нам проще проходить трудности без разочарований и отчаяния внутри. А когда мы понимаем, что сопротивляясь силам тьмы, мы становимся сильнее, то мы не будем тратить эти испытания в пустую. Я верю, что во время моей молитвы Дух Святой будет давать вам разные картинки. Чудесные картинки. Одно из самых интересных свидетельств мы получили от мальчика шести лет. Он сказал, «Когда вы сказали нам положить руку на сердце и на голову, что-то произошло. А вы сказали, я положил руку на сердце и на голову. И я увидел ангела. Я увидел ангела в ярком свете. Но еще более невероятно то, что этот же мальчик пришел на следующий день со своей мамой. Мы даже и не знали, что с самого рождения мальчик страдал от астмы. Из-за астмы он по ночам тяжело дышал. Его дыхание было очень прерывистым, но теперь у него чистое, прекрасное дыхание. Получается, что он не только увидел видение, но и был исцелен от астмы. Мальчик полностью исцелен. А это его мама. «Сегодня я дышу хорошо». Реальный Иисус, которого мы проповедуем. Иисус, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Все еще проявляет свою силу. Павел говорил, что он проповедует Евангелие не только на словах. Он приносил людям Иисуса в духе и в силе, во всех проявлениях. Мы поговорили о том, что нужно сопротивляться тьме, когда вы чувствуете, что это тьма. Когда вам грустно, одиноко, когда вам хочется нагрубить кому-то или проявить гнев. Гнев проявлять неправильно, поэтому вам нужно противостоять этой энергии, противостоять этому импульсу, а вместо этого делать то, что правильно. Но не потому, что вам этого хочется, а потому, что так правильно. И вы решили поступать правильно. Бог не говорил «всякий, кому захочется». Он сказал «всякий, кто будет». Мы не всегда можем контролировать свои чувства, как не можем контролировать погоду за окном. Но мы можем контролировать свои действия. Итак, вначале нам нужно сопротивляться негативной энергии и ее проявлением, таким как гнев, похоть и эгоизм. Мы сопротивляемся им и решаем поступать правильно, даже когда нам этого не хочется. А еще нам нужно проявлять сопротивление, когда силы тьмы приходят к нам и заставляют нас поверить, если мы делаем то, к чему они нас буждают. Вот тогда мы будем счастливы и довольны. Каждый человек рождается в этот мир с желанием быть счастливым и довольным жизнью. Мы такими родились. Подумайте об энергии, об электричестве. В электричестве есть плюс и минус. Возьмем, к примеру, аккумулятор в машине. Вы когда-нибудь спробовали его зарядить? Вы знаете, что на нем есть значок «плюс» и «минус». И вам нужно все подсоединить правильно, чтобы не было искры, и вы не посадили аккумулятор полностью. То есть в электричестве есть положительный и отрицательный полюс. Тоже можно сказать о духовном мире. В материальном мире мы видим электричество. Но не забывайте, то, что мы видим в материальном мире, это тень или прообраз того, что существует в невидимом мире. В невидимом мире есть кое-что положительное. В первую очередь, это Бог. Он творец. Он плюс. И все было создано им через Него и для Него. Бог-даятель. В Нем находится жизнь. Бог-даятель, а людей Он создал получателями. Вот почему церковь названа невестой Христа. Почему мы невеста Христа? Потому что мы получатели. Отец дает, а мы невеста получаем. Иешуа дает, а церковь принимает. Это не связано с сексуальным контекстом. Это означает лишь то, что Бог-даятель, а мы получатели. Как на батарейке есть положительный заряд, который принимает, и отрицательный, который отдает, так и в духовном мире. Бог-даятель, а мы получатели. Люди были созданы по образу Бога, чтобы принимать от Него. Бог создал нас, чтобы мы приняли Его, потому что Он хочет разделить Себя с нами. Бог — это блаженство. Он хороший. Он любовь. И Он желает делиться всем этим с нами, чтобы мы могли принимать от Него и чувствовать Себя так, как Он. Итак, Бог создал нас, чтобы мы были получателями. Бог создал нас так, чтобы мы желали этого. Мы имеем внутри себя желание удовлетворения. Мы очень хотим быть счастливыми и довольными. Это желание есть в нас постоянно. Мы как отрицательный электрический заряд. Но нам нужно научиться сопротивляться тому, чтобы восполнять свои желания с помощью ложного света. Бог — это истинный свет, и нам нужно сопротивляться, чтобы не восполнять свои желания и стремления светом ложным. Как я и говорил в прошлый раз, именно так Сатана обманул Еву в Эдемском саду. Он рассказал ей о дереве познания добра и зла. Она посмотрела на Него и увидела, что Оно приятно на вид. Затем она подумала, что Его плоды будут приятными на вкус. Она захотела эти плоды, потому что подумала, что они принесут ей удовлетворение. А еще Сатана апеллировал к ее гордости, и она подумала, что эти плоды сделают ее мудрее. То есть она решила съесть с того дерева, чтобы удовлетворить свои желания. Но когда она попыталась сделать это, прибегнув к ложному свету, она оказалась во тьме, и это повлияло на весь человеческий род. И мы с вами сегодня испытываем те же трудности. Мы имеем огромное желание получить удовлетворение, поэтому нам следует практиковать сопротивление силам тьмы и ложного света, чтобы не пойти на поводу у ложного света. Ложный свет имеет огромную силу. Он настолько сильный, что поначалу кажется, что он приносит еще большее удовлетворение, чем свет истинный. Вот почему люди принимают наркотики. Ощущения под наркотиками им нравятся больше, чем их трезвое состояние. Но последствия наркотиков — это испорченная жизнь, разрушенные семьи, дети, растущие без родителей. Ключ к сопротивлению ложному свету — это способность распознать, что он ложный. Вначале мы можем чувствовать себя лучше в запрещенных отношениях или под действием наркотиков и алкоголя, или пытаясь быстро разбогатеть. Хотя вначале это приносит большое и сильное удовлетворение, но, как я и говорил в прошлый раз, это как лампочка, которая ярко вспыхивает прямо перед тем, как потухнуть. Если помните, перед тем, как перегореть, лампочка вспыхивает и горит очень ярко, а потом все, конец. Так и с ложным светом. Загорается он очень ярко, но в конце смерть. Ну и в завершение я хотел бы сказать, что эта концепция ложного света относится и к нашим эмоциям, и нашим словам. Например, происходит то, что нас злит. Иногда гнев настолько силен, что все внутри нас кричит о том, чтобы выплеснуть его. Мы хотим кричать, ругаться, обзываться, вылить всю злость на человека, который стал причиной этой злости. Мы думаем, что так нам станет лучше. Мы думаем, если мы дадим этому гневу выход, то почувствуем себя лучше. Но скажите, чувствуете ли вы себя лучше после того, как выплеснули гнев? Нам не становится лучше, не так ли? Может, на мгновение мы поддаемся ложному свету и думаем, что нужно это сказать. Мы думаем, что тот человек заслужил это. Нас переполняют эмоции, и мы не можем сдержаться. Мы думаем, что, выпустив пар, нам станет лучше. Но после этого мы чувствуем себя плохо. Мы чувствуем сожаление. Принцип сопротивления означает, что мы сопротивляемся желанию поддаться плохим импульсам, которые приходят к нам в виде ложного света и которые побуждают нас говорить то, что говорить не следует. Нам нужно практиковать сопротивление. Мы сопротивляемся желанию проявить гнев или произнести гневные слова. Мы сопротивляемся желанию произнести слова, которые могут сблизить нас с человеком, с которым не нужно сближаться. Возможно, вы умираете от желания сказать что-то какому-то человеку, потому что чувствуете близость между вами. Вы хотите стать еще ближе, но это не ваш человек. Он не должен быть вашим, поэтому вам не нужно сближаться. Значит, вам нужно сопротивляться этому желанию, сопротивляться энергии зла и оставаться в Иисусе. Я из личного опыта знаю, что благодаря сопротивлению к гневу изменилась моя душа. Я очень решительный человек. Если на моем пути возникают какие-то преграды, меня это расстраивает. Я чувствую злость внутри. И в молодости я не умел распознавать этого и не понимал, что нужно противостоять этому чувству. Но Бог начал учить меня и показывать мне, что я должен взять на себя ответственность за мой гнев. Я не могу винить в этом обстоятельства или людей. И когда я стал противостоять гневу, моя душа возрадовалась и изменилась. Ну а закончить я хотел бы такой аналогией. Представьте себе ракету, которая улетает на Луну. Когда ракета взлетает, она становится все ближе к Солнцу. Она летит на Луну, но при этом становится ближе к Солнцу. Но как только ракета вылетает за пределы атмосферы Земли, она больше не видит солнечный свет. Солнце она видит, но в открытом космосе темно. Вы когда-нибудь видели снимок космоса? Космос черный. Это кажется бессмысленным. Почему на Земле ракета видит солнечный свет, хотя Земля и дальше от Солнца? Но за пределами атмосферы Земли космос черный, хотя там ракета, еще ближе к Солнцу. Почему так? Все потому, что в открытом космосе лучи Солнца не сталкиваются с сопротивлением. Чтобы лучи Солнца были видны, они должны столкнуться с чем-то. Когда лучи Солнца сталкиваются с атмосферой Земли, в ней есть молекулы сопротивления. И благодаря этому сопротивлению виден свет. То же самое происходит и в нашей жизни. Бог так задумал. Чтобы Дух Святой мог сиять в нашей жизни, мы должны сопротивляться. Мы должны сопротивляться силам тьмы. Так мы усиливаем действия Духа Святого в нашей жизни. Через сопротивление сила Святого Духа работает с нашей душой, и мы сияем в этом мире, как света Иисуса, проявляя Его силу и Его победу. Иисус сказал, что побеждающий унаследует рай Божий. Этот мир не может удовлетворить наши нужды. Мы с вами солдаты Бога Живого. Давайте будем противостоять ложному свету и побеждать своими Иешуа. Шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Сегодняшний выпуск был заключительным серией «Закон и сопротивление». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести её, заходите на наш сайт. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несёт Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всём мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Будучи людьми, мы понимаем, что значит находиться в разном настроении. Но знаете ли вы, что Божьи праздники также обладают разными настроениями? Например, Йом-Кипур, День Искупления, обладает весьма серьёзным настроением. А время, в котором мы находимся сейчас, Пасха, это очень радостный праздник. Я помню, как собирался на Пасху со своими родными и друзьями. Все всегда были счастливы. Это время свободы и избавления. Пасха уникальна тем, что Господь призывал израилетян приходить в Иерусалим и приносить особую жертву в это время. Мы не живём под законом. Но многие хотят принести особую жертву Богу Отцу через наше служение. Если вы хотите сделать это, возлюбленные, то я уверен, что Бог будет рад этому. Как глава служения «Узнавай еврейского Иисуса», я хочу поблагодарить вас за то, что мы можем вещать и достигать людей для Бога по всему миру. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.